Революция в Киеве. К власти нелегитимно приходят другие люди. То есть они не путем перевыборов, импичмента, как должно быть в цивилизованной стране, они просто пришли с вилами и устроили 17-й год. Кого ты имеешь в виду? Мы так не хотим. Мы тоже здесь есть. Почему вы нас не слушаете? А, не хотите? А то. Это как? Ну, то есть ты считаешь, это нормально? Чего началась война на Донбассе? Расскажи мне, пожалуйста. Кто человек, который приписывает себе начало военного конфликта на Донбассе и про который не просто приписывает, а который в целом доказано, что с него все и началось? Ты имеешь в виду... Стрелков Геркин? Да. Сотрудником каких ведомств являлся Игорь Стрелков и гражданином какой страны он является? ГРУ ты имеешь в виду, и что, Россия? Гражданином какой страны? Россия? Да. Да, хорошо. Вопрос. Если бы не Россия... Я понял, что ты хочешь сказать, что Донбасс, война на Донбассе. Нет, 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 подожди, Юр, подожди, пожалуйста. Аскажи, если бы не Россия, была ли бы война на Донбассе? Хорошо, смотри, для тебя Путин – это Россия? Нет. А для меня Стрелков – это не Россия? Ну, почему тут так вдруг это... Сотрудник силовых структур Российской Федерации, которые при большой поддержке оружейной и людей, очевидно привезенных из Российской Федерации, оказываются на территории другой страны. Есть какие-то доказательства? Да, есть большое количество расследований международных и независимых журналистов. И еще раз, есть его слова про то, что я со своим отрядом оказался там. И если бы меня не было, то там бы все закончилось так же быстро, как и в Одессе, в Днепре и Харькове, где тоже были люди, но там не удалось сделать так, чтобы эта территория перестала быть украинской. Скажи мне, пожалуйста, вот смотри, а давайте представим такую ситуацию, нарисуем кино, спектакль, как угодно. Вот в Одессе и Харькове у ребят не было своего Стрелкова, правильно? А на Донбассе, в котором огромный, это богатейший регион, правильно, в котором огромное количество заинтересованных людей оставаться на той платформе, которая была, есть, которые способны за это платить и которые способны собрать войско в том числе. Нужен человек, помогите. Кто? Пусть будет Стрелков. Почему ты не думаешь, что это было так? Почему ты считаешь, что какой-то Стрелков, ну просто подумай, Юр, какой-то Стрелков со своим отрядом вторгся на территорию и начал воевать со своим отрядом? С Украиной? Ну ты понимаешь, что это звучит бредово вообще просто? Произошло то, что люди, которые были заинтересованы в том, чтобы Донбасс, ну вообще вот этот регион, не уходил под новое правительство украинское, да, которое никто не выбирал в этих регионах. Понимаешь, то есть просто произошел переворот, нелегитимный переворот. Ты согласен с этим? Какое? Секунду, ты согласен с этим? Я не согласен. Почему? Потому что выборы, на которых выиграл Порошенко, неважно симпатичный он или не симпатичный, президент, это выборы, которые признаны всем миром. Удивительная вещь. Вот ты посмотри, что ты говоришь. Смотри, приходят люди и свергают президента легитимно избранного, а потом устраивают свои выборы. Оскар. Юр, подожди, ну подожди, ну это же... Как это? Какое это имеет отношение к тому, что 10-11 месяцев российская армия уничтожает Украину? Так, подожди секунду. Ну в огороде Бузинаев, Киеве дядька. Ну подожди секунду, ну стоп. Ну смотри, как ты перескакиваешь. Я тебе задаю законные вопросы. Я начал от печки. Я говорю, вот 2014 год. Понимаете, вот то, что гибнут люди... Там, про мой телеграм-канал ты можешь сказать, да? Сейчас мы... Я перескочу тоже чуть-чуть. Я зацеплюсь. Еще раз. Ты хочешь короткий ответ? Россия в 2014 году аннексировала Крым. И после этого она начала войну на Донбассе. То есть...